Наша физическая реальность может быть гораздо более обширной, чем просто участок пространства времени, который мы называем Вселенной. Наша космическая среда может быть сконструирована в невероятных масштабах. При этом наши астрономические инструменты невероятно ограничены. Мы, подобно муравьям, не знаем о том, насколько огромен мир за пределами нашего муравейника. Всем привет! С вами Фенимор! Физики-теоретики всерьез рассматривают теорию мультивселенной, согласно которой наш мир лишь один из многих. Более того, применяя квантовую теорию ко Вселенной, мы вынуждены признать, что она существует одновременно во многих состояниях. Иными словами, допустив применение квантовых соединений ко Вселенной, мы практически вынуждены признать существование параллельных миров. Интересно и то, что сочетание теорий струн и вечного варианта космологии, речь о формировании модели Вселенной, обеспечивает естественную основу для так называемой ландшафтной мультивселенной. Начнем с того, что концепция мультивселенной возникает сразу в нескольких областях физики и философии. Но наиболее ярким примером является теория изменения, которая описывает гипотетическое событие, которое произошло, когда наша Вселенная была очень молодой, менее секунды от появления. По данным НАСА, за невероятно короткий промежуток времени Вселенная пережила период быстрого расширения, раздуваясь, становясь все больше и больше. Считается, что формирование нашей Вселенной закончилось около 14 миллиардов лет назад. Однако это формирование не закончилось везде одновременно. Исследователи считают, что возможно, по мере того, как изменения заканчиваются в одном регионе, они продолжаются в других областях. Таким образом, в то время как формирование закончилось в нашей Вселенной, могли существовать другие, гораздо более отдаленные регионы, где это формирование продолжалось и продолжается прямо сейчас. Более того, отдельные Вселенные, как пишет Life Scans, могут соединяться с более крупными, расширяющимися Вселенными, создавая бесконечное море вечного формирования, заполненное многочисленными индивидуальными Вселенными. В этом сценарии вечного формирования каждая Вселенная возникла бы со своими собственными законами физики, своей собственной коллекции частиц, своими собственными расположением сил и своим собственным значением фундаментальных констант, считают исследователи. Это может объяснить, почему наша Вселенная обладает теми свойствами, какими обладает и в особенности теми, которые трудно объяснить с помощью таких концепций, как темная материя или космологическое постоянное. Если бы существовала мультивселенная, то у нас были бы случайные космологические константы в разных Вселенных. И это просто совпадение, что та, которая есть у нас, в нашей Вселенной, принимает значение, которое мы наблюдаем, считает Дэн Хеллинг, космолог из университета Аризоны и эксперт в области теории мультивселенной. Интересно, что еще одним свидетельством существования мультивселенной является наблюдение. В нашей Вселенной должно было произойти так много всего, что существование жизни кажется невероятным. И если бы существовала только одна-единственная Вселенная, то в ней, скорее всего, не должна была появиться жизнь. Но в мультивселенной вероятность существования жизни намного выше. Конечно, эту теорию вряд ли можно назвать убедительной, поэтому большинство ученых по-прежнему скептически относится к идее мультивселенной. Тем не менее, многие пытались найти более физические, убедительные доказательства ее существования. Например, если соседняя Вселенная давным-давно оказалась рядом с нашей, она, возможно, столкнулась с ней, оставив заметный отпечаток. Реликтовые излучения могут хранить отпечатки других Вселенных Этот отпечаток может быть в форме искажения космического микроволнового фонового излучения или реликтового излучения света, оставшегося с тех времен, когда Вселенная была в миллионы раз меньше, чем сегодня, или в странных свойствах галактик в направлении столкновения, согласно работе, опубликованной исследователями Университетского колледжа Лондона. Некоторые астрофизики пошли еще дальше, пытаясь найти особые виды черных дыр, которые могли бы быть артефактами частей нашей Вселенной, отделившимися в свою собственную Вселенную с помощью процесса под названием квантовое туннелирование. Если бы некоторые области нашей Вселенной разделились таким образом, то оставили бы после себя пузыри в нашей Вселенной, которые превратились бы в эти уникальные черные дыры, которые могут существовать и сегодня. Потенциальное обнаружение этих черных дыр может затем указать на существование мультивселенной, считают физики-теоретики. Однако все эти типы поисков пока ни к чему не привели, так что на сегодняшний день мультивселенная остается гипотетической. В 1964 году физик Арно Пензиас и Роберт Уилсон работали в лабораториях Белл в Холмделле, штат Нью-Джерси, создавая сверхчувствительные микроволновые приемники для радиоастрономических наблюдений. Но что бы они ни делали, избавиться от фонового радиошума, который, как ни странно, шел со всех сторон одновременно, у них не получалось. Пензиас связался с физиком из Пристонского университета Робертом Декке, который предположил, что радиошум может быть космическим микроволновым фоновым излучением, которое является первичным микроволновым излучением, заполняющим всю Вселенную. Если другие вселенные и правда существуют, они могли оставить свой отпечаток в реликтовом излучении, равномерно заполняющим Вселенную. Эта история открытия реликтового излучения простая и элегантная. За свое открытие Пензиас и Уилсон получили Нобелевскую премию по физике в 1978 году и не без оснований. Их работа открыла новую эру космологии, позволив ученым изучить и понимать Вселенную как никогда прежде. Интересно, что работа физиков также привела к одному из самых удивительных открытий в новейшей истории. Уникальные особенности реликтового излучения могут стать первым настоящим доказательством того, что бесконечное множество миров за пределами известной Вселенной действительно существует. Однако, чтобы правильно понять это необычное утверждение, необходимо свершить путешествие к началу времен. Согласно общепринятой теории происхождения Вселенной, в течение первых нескольких сотен тысяч лет после Большого Взрыва, наша Вселенная была заполнена невероятно горячей плазмой, состоящей из ядер, электронов и фотонов, которые рассеивали свет. Примерно к 380 тысячам годам продолжающее расширение нашей Вселенной привело к ее охлаждению до температуры ниже 3000 градусов Кельвина, что позволило электронам объединиться с ядрами и образованием нейтральных атомов, а поглощение свободных электронов позволило свету освещать темноту. Доказательством этого в виде ранее упомянутого реликтового излучения является то, что обнаружил Пензиас и Уилсон. Их открытие в конечном итоге помогло установить теорию Большого Взрыва. На протяжении многих эпох продолжающее расширение охлаждало нашу Вселенную до температуры всего около 2700 Кельвинов, но эта температура неравномерна. Различия в температуре возникают из-за того, что материя неравномерно распределяется по всей Вселенной. Считается, что это вызвано крошечными флуктуациями квантовой плотности, которые произошли сразу после Большого Взрыва. В 2017 году исследователи из Даремского университета Великобритании опубликовали работу, результаты которой предполагают, что отпечатки в реликтовом излучении, так называемые холодные пятна, могут быть свидетельством существования других миров. Авторы предположили, что пятна в микроволновом фоновом излучении появились в результате столкновения между нашей Вселенной и другой. В целом, пятна в реликтовом излучении можно считать первым доказательством существования мультивселенной и миллиардов других вселенных, похожих на нашу собственную, пишут исследователи. Еще одним доказательством в копилку теории мультивселенной добавляет новое, крайне интересное исследование. Его результаты, как пишет Войс, предполагают, что черные дыры, образованные из свернутых вселенных, порождают темную материю, а наша собственная вселенная может выглядеть как черная дыра для посторонних. Одни из самых таинственных объектов во вселенной, черные дыры, могут являться источником темной материи. Темная материя – это невидимая субстанция, на долю которой приходится большая часть массы Вселенной. Хотя она и не излучает обнаруживаемый свет, все же существует, так как оказывает гравитационное воздействие на скопления галактик и другие излучающие объекты в космосе. Для объяснения темной материи был предложен ошеломляющий спектр гипотез. Но теперь ученые предположили, что первичные черные дыры – гипотетические объекты, которые относятся к периоду зарождения вселенной, являются жизнеспособным кандидатом на темную материю. К такому выводу пришла международная команда исследователей из США, Японии и Тайваня, в работе, опубликованной в научном журнале «Physical Rive Leaders» в январе этого года. И все же, на данный момент все эти концепции являются умозрительными, хотя физики ожидают, что новый способ наблюдения с помощью сложных телескопов в ближайшие годы помогут ответить на многие вопросы. Знаменитый британский физик-теоретик Стивен Хокинг умер 14 марта 2018 года, проведя десятилетие прикованным к инвалидному креслу и зависящим от синтезатора речи из-за болезни, вызванной боковым амиотрофическим склерозом. Последняя исследовательская работа ученого, опубликованная всего за 10 дней до его смерти, была написана вместе с профессором теоретической физики Томасом Хертогом и касалась мультивселенной. В этой статье озаглавлены «Плавный выход из вечной инфляции». Хокинг и Хертог предположили, что быстрое расширение пространства-времени после Большого Взрыва могло происходить неоднократно, создавая множество вселенных. Их работа, по сути, является расширением теории формирования, предполагающая, что до Большого Взрыва Вселенная была наполнена энергией, которая была частью самого пространства. И эта энергия заставляла пространство расширяться с экспоненциальной скоростью. Именно эта энергия породила Большой Взрыв и именно об этом мы с вами говорили ранее. Однако, такое формирование, как и все остальное, носит квантовый характер. Это означает, что во Вселенной должны быть области пространства, в которых формирование заканчивается и начинается Большой Взрыв. Вот только эти области никогда не смогут столкнуться друг с другом, поскольку они разделены областями раздувающегося пространства. В завершении следует сказать, что когда кто-то говорит о теории мультивселенной, это может звучать и дерзко, и смиренно одновременно. Но у многих физиков совершенно иная реакция. По их мнению, идея мультивселенной не научна и, возможно, даже опасна тем, что может привести к неверно направленным научным усилиям. Так, Пол Стейнхарт, профессор естественных наук в Пристонском университете, назвал теорию мультивселенной теорией чего угодно, так как она совместима с произвольными наблюдениями и, следовательно, не имеет какого-либо эмпирического уклона. Сегодня современная наука пока не может ни доказать, ни опровергнуть существование мультивселенной. Так или иначе, несмотря на критику теории множественности миров, данные научные исследования, о которых я сказал выше, позволяют выдвигать кажущиеся на первый взгляд безумными теориями. В конце концов, возвращаясь к аналогии с муравейником, что мы знаем о мире, в котором мы живем? Напишите, что вы думаете об этом! Спасибо, что были со мной! Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok